А ты вот, что ты закончил, Николай? Национальная медицинская академия. А сколько у тебя уже дел твоих, вот прошло у твоих? Уже какие-то дела уже есть? У тебя выхорошенные дела? Ты кого-то уже... Выхорошенные? Ну, как адвокат. За 10 лет? Да. Ну, конечно. Ты 10 лет уже адвокат? Да. Так у тебя уже куча народу, которых ты с тюрьмы освободил. Ну, мы как бы, как правило, то есть непрактикуемые особо уголовные дела. А у тебя хозяйственные? Чаще хозяйственные, гражданские дела. То есть, как бы, наша специфика. Но, как бы, мы в последнее время решаем вопросы и уголовного характера. То есть, разрешаем. А ну, что хозяйственные, ловушьи, наружу так все пересекли. Ну, больше было, как бы, преимущественно, то есть, решение вопросов. Ты можешь назвать пару фамилий у Николая, вот таких достаточно авторитетных, вот для тебя гуру, ну, адвокатов? Есть такие фамилии? Для меня? Ну, да. Давай сделаем рекламу. Им будет приятно. И я так... Ну, я бы не сказал, потому что для меня был кто-то, как бы, то есть, представлял. На сегодняшний момент я бы хотел бы найти общение с теми людьми, которые, как бы, мыслят в формате, то есть, как бы, нашей эфиры. Ясно. Не хочешь никому делать рекламу. А подонков, можешь назвать? Вот таких подонков, которые работают исключительно на... Вы же понимали, что это, как бы, тоже было бы неправильно. Ну, еще, я могу сказать парочку фамилий, которые работают, не защищают, не защищают, а выкачивают деньги со своих подчиненных, со своих подчиненных, со своих защитников. И работают на общую систему. Нахера! Зачем? Ну, это так называемые посредники, которые... Посредники у людей горя, люди в шоке. Зарабатывают... А они еще на них... Ну, суки они! А кто они? Назови, Павел. Ты же должен их знать. Я с вами согласен, но просто, как бы... Ну, ты же должен их знать. По этике, я просто не имею права каких-то простых... Кого больше? Скажи, пожалуйста, кого больше? Порядочных людей, нормальных людей, которые все-таки... Или вот этих тварей, подонков, которые... Ну, уже просто человек лежит, они его добивают. Кого больше? Я думаю, что... В Николаеве. В Николаеве все-таки порядочных людей больше. Слава Богу. На сегодняшний день. Почему вы не... Вот вы порядочные адвокаты, не соберетесь, не ведете какой-то... Ведь когда человек попадает в горе, он не знает, ну, блин, где-то там или... Оттуда куда-то тыкнули визитку этого адвоката или откуда. Как правило, у нас нет уж такой правила, что вот вести, чтобы меня адвокат с дня рождения со мной занимался, такого же у нас нет. Почему вы не ведете... Вы, адвокаты, не ведете своего рейтинга, что вот... Ну, вы можете между собой там как-то спорить, вы можете у вас политические разные взгляды, но вот подонкам сказать... И мы же вам будем... Ну, так называемый черный список. Да, почему вы не ведете такой черный список? То, чтобы он создавался, этот черный список, должна быть какая-то либо именно общность именно этих... А оно же ложится на вас всех потом, понимаешь? Ее только таковое нет именно на сегодняшний момент. Вообще именно общность юристов на сегодняшний момент в Украине, в Николаеве даже, я бы сказал... Веди в Николаеве! Веди ты! Веди ты в Николаеве! Вот на сегодняшний день мы и занимаемся тем вопросом, о том, чтобы как бы эту общность создать. Так создай, вот создай, что вот эти люди... Новые формации, то есть молодого поколения, которые на сегодняшний момент будут готовы именно создавать это... То есть именно общность этих юристов, которые, как бы, ну, то есть решали вопросы, ну, как бы, я бы сказал бы, сегодня и завтра, завтра именно. То есть это адвокаты именно, то есть юристы, которые сейчас не объединены, они разобщены. То есть они решить вопросы какие-то либо глобальные, они могут решать вопросы локального характера, по месту, по решению вопроса. И, ну, то есть решить вопросы глобального характера они не могут, потому что они разобщены, на сегодняшний момент. Они нет именно той структуры, той организации, которая бы объединила юристов Николая, Украины, другого города. Я бы так бы сказал. Потому что каждый решает... Есть такая структура? Есть такая структура. Есть. Какая? Общественное движение родителей против наркотиков Вот Я тоже, как говорится, нахожусь Ты же член нашего движения? Нахожусь именно в составе этой структуры Потому что понимаешь, как нам будет тяжело Если, ну нам имеется ввиду, родителям, милиционерам честным Я тебе уже тысячу раз говорю, да? Что в Николае честных милиционеров, слава Богу, больше Которые там в засадах сидят, которые выслеживают А в суд относят дело А там оно На поруки давайте этого Барыгу, который уже третий раз Он уже, его на пору Адвокат говорит, какой он хороший Понимаешь? Вот взял бы ты, вот скажи, вот ты адвокат Взял бы ты защищать Барыгу, который торговал смертью вчера? Вопрос Вопрос именно, как бы, характера Такого, что Решение вопроса именно этого барыги То есть, в любом случае Всегда рассматриваются И какие-то моральные Всял бы защищать? Нет, нет Я уйду сейчас, если ты мне скажешь В первую очередь, что я, конечно, этим не занимался Имеется в виду, что каждый, когда То есть именно адвокат, когда к нему приходит клиент Со своей проблемой Он должен в первую очередь Там Николаеве не должно остаться ни одного адвоката Который будет защищать барных Не должно Потому что они себя сами защищают Для того и мы вступили в ряды этого общественного движения Чтобы пропагандировать Чтобы эти адвокаты не защищали таких людей Спасибо, дорогие И мы об этом говорили